и доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы и мы продолжаем просмотр аниме one piece и по счету нас идет 256 серия но прежде чем приступим к ее просмотру не забывайте если вы еще не подписаны обязательно подписаться на канал так и ставить лайки пишешь комментарии подписываться на телеграм на группу в телеграме на twitch ссылочки все находятся в описании под каждой реакцией а я всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть дальше но судя по возгласам луфи доволен частично мы отсюда живыми выберемся это метро луфи ты как вода в нос затихала потому что нечего там торчать будь осторожен ну и страхово же но все самое интересное впереди эй страшная бабуся мы вниз едем бабуся похуй сейчас тряхнет а вы точно попадете на рельсы я просто не уверена все стопроцентом отлично море поезд выехал на рот да он вылетел прыгай судом гомора чего солом гомора это типа акса отсылка к садом и гомора или нет содом гомора просто были такие города садом и гомора ладно весь клан фрэнки в должником у тебя пушки прицепа пли не поломайте нахуй поезд долбоёбы это самый большой класс кинг булли потрясно что за рой баллы на бьет полку безбашенных прибыла ты страшущая бабуся это максимальная скорость мы еле тащимся но не все сразу сперва нужно добраться до рельс в рельс и далеко до них их малость подвинула но недооценивать человека который знает море поезд как облупленный а как вы плывете не по рельсам вопрос ну вернее не плывете а едете не по рельсам как вот они экстренное сообщение из кабины машиниста после того как мы попадем на рельсы наша скорость станет расти как на дрожжах крепко за что-нибудь хватитесь если хотите отделаться легкими ушибами получается ушиба все равно не избежать получается так она и сказала и моцель но я так легко не сдамся так делай как велено бай еще чуть чуть немножко правее смотри сейчас я а они за ней пошли а я что-то сам не обратил внимание вот теперь бабки будет за кого бояться и волноваться да потому что на себя и похуй она бухает на остальных тоже плюс-минус не мелкая конечно долбанутая напрочь я сейчас же его остановлю это луфи в стиле девочки и без силы гому гому но здесь тормозов нет на быстро посади их вагон иначе их унесет ветром когда мы попадем на рельсы сейчас и сейчас попадем конечно не лук это это нипочем да этот вроде железных памперсов поэтому нормально ура они встали на рельсы дай посмотреть действительно точно точно заебали купите себя бинокли два дебила нужно рассказать это айсберг сану ему наверняка будет интересно услышать да 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 правда правда камень ножницы камень ножницы бумага ящерица спок как теории большого взрыва хочешь больше аниме да не волнуйся ты так за него даже после того как его сбил море поезд он не сломался ты слышал похоже агрессивный ученик тома кати флам умер его сбил море поезд айсберг тебе это по силам ты ученик тома лучшего в мире плотника ты справишься должен она уже на тот момент насколько поплохела да и начала сколько пить чеку чего-нибудь вкусного да том том сан вот увидите я продолжу ваше дело и буду защищать все этот город и эти чертежи четыре года назад айсберг сану к вам посетитель он сказал что вы поймете если я сану скажу кати флам фрэнки то есть он столько времени скрывался пустить его нет скажите чтобы уходил в общем никто не знал что он жив он скрывался ото всех тогда мне любопытно что с ним происходило на протяжении этого времени ну потому что с того момента и до этого вот который сейчас показали он уже стал тем кем является на данный момент ну то бишь что-то наподобие где-то какого-то именно киборга да то есть с этими вот руками пушками с этим вот носом с этим вот всем скорее всего это последствия именно после удара морепоезда наверное это самый логичный вариант но сам бы он такого не сделал кто-то должен был помогать то есть как он до всего этого дошел это упущение нужно побольше рассказа значит касательно именно фрэнки и еще почему он отказался его впустить с чем то что он думал что он погиб на протяжении этих лет и было видно когда он сидел вернее стоял напротив вот какой рассан который бухал да когда они говорили что катя флам типа полумер было видно что ему не все равно ну айсбергу не все равно и он скорбит так же как и потому то есть почему он не захотел его впустить странно как то ты со мной здороваешься ма эй что у тебя за странное тело заткнись прошлое тело стало бесполезным поэтому я облатал себя металлом короче как я понял твоя компания строит корабли для мирового правительства ты потерял мое уважение распомогаешь правительственным крысам они ведь забрали том сана и оружие из-за которых все началось кто их конструктор возможно ты хочешь мне многое сказать но не думай что годы смыли твой грех как у тебя духу хватило явиться сюда после всего того что произошло что ты сказал я был уверен что ты мертв как и доложило правительство пусть том сан и простил тебя я тебя прощать не собираюсь эй что это разве это не чертежи того оружия которое он нам показывал больше не называй себя Кати Флам только вопрос времени прежде чем меня начнут преследовать чтобы забрать то что они не смогли забрать у том сана бери их и уходи с острова Френки уходи мастера тома умерли вместе с Кати Фламом если ты не будешь пользоваться этим именем наша связь никогда не всплывет по факту да если бы Френки если ты уйдешь с острова отыскать чертежи уже никто не сможет эй постой а что если на тебя нападут чтобы забрать чертежи которых у тебя нет на этом разговор окончен стой айсберг больше мы не встретимся эй постой ты хочешь чтобы тебя постигла та же судьба что и том сана забери чертежи если твоя жизнь окажется в опасности просто отдай их или сожги у них на глаза а ты бы смог сделать это том сан был героем пожертвовавшим всем ради сохранности этих чертежей пока остается вероятность того что не коробин возродит оружие нам нужно что то чтобы защититься от них любой ценой я буду защищать чертежи от лап правительства хорошо подумал я вполне могу сам построить эту штуку ты мне так доверяешь разве то что я дал их тебе ни о чем не говорить мы никогда не изменимся не так ли при встрече мы начинаем перепалку и я действительно никогда тебя не прощу у тебя могут быть те же чувства но а вот это настоящее чувство то что он скрывал что и турберг я не уйду с этого острова я буду делать так как посчитаю нужным и не буду тебя слушать никогда ах ты дурянки как до тебя не доходит мы должны защитить чертежи заткнись это до тебя не доходит я ни за что не уйду по факту если бы фрэнки на тот момент ушел его найти было бы практически невозможно да уже на тот момент сепинаен были рядом возле айсберга и уже начали свою миссию и да они услышали это имя Катифлан вот они все это узнали и в принципе они его видели но если бы он был бы не настолько рядом если бы он исчез просто-напросто где-то на какой-то другой остров да они сепинаен приблизительно знали бы то есть все так же бы раскрыли да то есть они у айсберга выбили бы узнали бы где конкретные чертежи у кого что находится у этого вот Катифлама они знали бы его внешность но найти было бы его крайне проблематично хотя с возможностями мирового правительства это наверное просто было бы делом времени да ну потому что наверное все эти группировки Сипи они везде и повсюду по разным островам по разным островам и периодически наверное перемещаются в поисках различных видов такого оружия и не только этого вот и где-нибудь он попался бы мне в глаза поэтому ладно ладно да может быть не так быстро сейчас но попался бы с этим идиотом айсбергом все в порядке мы убили его так и сам джейха получается развязал обоих и еще чуть чуть и все смерть это уж точно боже разве я вас не предупреждала ну че то как то мы резко скаканули боже да да было страшно спиной ушибся и вы здесь к нам затесались какие то странные парни но и плотники здесь и ты тоже все подряд блин просто поперлись я захотел к вам присоединиться мы не смогли вас остановить как не пытались а враги забравшие накама которую вы так сильно хотите вернуть те же кто покушались на жизни айсберг сана у меня к ним есть мужской разговор у меня к ним есть мужской разговор мы тебя одного не отпустим мы подумали что ты приравняешь нас к программе айсберг сана поэтому мы спрятались и тайком подсели к клану Фрэнки и в общем вот результат мы тоже будем участвовать в этой битве ты шо блять как как из руки и мы знаем их в лицо война что если что-то случится с аники война война-то война а как с руки то у него вылезло эй о чем вы вообще говорите паули в виде нас в курт дела и правда паули ты ведь знаешь больше нас то есть вы ни хрена не знающий решили просто пополоть да мы не такие наивные у нас есть свои подозрения так что правдой нас не шокировать ну вы уже наверное догадались почему они так внезапно исчезли тогда говорю прямо под масками скрывались лучи Калифа и бармен Бруно это они пытались убить айсберг сана не забывай про нее еще мы не их подозревали ну ты же сказал что они уехали домой ну да в такой ситуации мы подумали что это Майкл и Хойкель с нижней улицы да да это еще кто такие что ты их не знаешь на нижней улице их все знают да 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 к черту их однако вы так я наелся теперь я вновь полон энергии короче с нами клан Фрэнки так и плотники Галилейла да у нас были разногласия в городе но теперь у нас общие враги есть такое дело и один из самых сильных будет тот тип с голубем ему рожу бью я хорошо хорошо чтобы вернуть то что эта четверка забрала у нас и бой не закончится пока мы не положим их всех Луфи сразу распределил да этому ебало бью я баба это аквалагуна а чё ты довольна это такая аквалагуна это нихрена нехорошо чем не позволь чем не позволь космар разве можно сходить от руля в такую минуту мы сможем пройти через такую гигантскую волну повторяю рокет мы не управляем тормоза не работают рулить некуда я должна была только поставить поезд на рельсы логично звучит никто уже не в силах остановить его быть не может то есть тут либо пал либо пропал да то есть 50 на 50 или смерть или выживите теперь когда мы все идем в одно место глупо оставаться раздельными группами да братается враг моего врага мой друг наши накамы в первом поезде и у нас неплохие шансы их догнать народ нас не остановит какие-то жалкие волны пусть каждый достигнет своей цели вперед так луфи будет пиздить лучше а остальных кто будет продолжение только на аниме дии . тв даже если исходить из того что ну фрэнки свободен просто ну давайте вот поразмыслим клан фрэнки бесполезные да они могут сыграть это какую-то свою роль вполне вероятно могут их вписать даже и сделать полезными но я пока что их включать не буду да пауль и два других плотника два других плотника такое себе пауль более-менее мощный но то что он не может ничего противопоставить cp9 любому из них это тоже факт у нас есть те кто способны драться то есть у нас есть санжи у нас есть фрэнки у нас есть луфи у нас есть зора у нас есть усоп которого тоже освободили не стоит списывать его со счетов робин считать не буду пускай все это время я приму вот так вот вернее я просто предположу что все это время она будет где-то как-то заперти и не сможет где-то как-то им помочь да пускай то есть луфи зоро санджи усоп фрэнки пятеро с галилейла этих вот cp9 там лучи бармен носатый баба это забыл кто-то еще был кто-то был еще я что-то даже и внешку внешку позабыл помню бармена этого рогатого помню лучи помню бабу помню носатого кто-то еще кто-то еще был вроде бы вроде бы но ладно факт в том что в принципе народу хватает то есть я пытаюсь предположить кто с кем конкретно будет сражаться луфи понятно себе цель определил не факт что он сразу же доберется непосредственно именно до лучи да и не забываем что там будут не только они они едут как бы на нс лобби а там как бы много еще кто находится из правительства и вполне вероятно какие-то дозорные там охраняют там и так далее и так далее и так далее с пандом правда он бестолочь бесполезная ну ладно ну блин короче нс лобби сулит что-то прям крайне интересное крайне интересное то есть знаете вот water7 это просто как история ну то есть нам именно описывают где и как и что происходило то есть плавно нас подводит именно к нс лобби это water7 это информативная часть именно чтобы все рассказать все объяснить познакомиться со всеми персонажами которые будут в дальнейшем фигурировать да где-то показать какие-то флешбеки раскрыть того либо другого вот просто вот все вот это вот показать это water7 ns лобби это конкретно уже будет махач да там тоже будет будет скорее всего какая-то информация и все такое но по большей степени это уже будет именно бойня интригует интригует это будет интересно вот предчувствую что это будет крайне интересно крайне интересно но бляха как справляться с сепинаем да сил у них сейчас будет побольше исходя из того что как бы они понимают сейчас за что они сражаются и ради кого они сражаются это да и они уже бились против них один раз и знают на что те способны то есть максимально будут подготовлены но это не отменяет того факта что вы не можете где-то как-то именно ранить своими атаками по поводу зоро я не уверен то есть он мне кажется вполне еще может если приложится и приложится достаточно он способен наверное нанести им урон луфи что будет делать со своей резиной не ясно то есть здесь нужно два варианта либо найти где-то какой-то способ как можно противостоять этой силе которой они обладают да или же где-то какой-то power-up причем у плюс-минус всех персонажей ну ладно будет видно будет видно но хайпа вокруг этой арки как и перед water 7 типа очень много а значит это будет крайне интересно то есть в плане именно зрелищности эта арка явно не подведет явно не подведет так что да так что да 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 с этой серией мы прощаемся ждем и смотрим продолжение вот надеюсь ребята что вам понравилась эта реакция и всем тогда доброго дня доброго вечера увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме так и на другие и всем пока пока до новых встреч